Дания намерена снизить зависимость от российских энергоносителей, сообщает Deutsche Welle. Правительство Дании планирует временно увеличить добычу природного газа в Северном море на четверть, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, сообщила премьер-министр страны Метте Фредриксон. По ее словам, страна может стать независимой от российских поставок газа уже в следующем году, поскольку мы часть европейской газовой сети, мы нуждаемся и в достижении независимости в этом отношении других европейских стран, сказала датский премьер. Дания рассчитывает к 2030 году в четыре раза увеличить производство из альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер. Кроме того, официальный Копенгаген намерен ввести единый углеродный налог для компаний. Увеличить собственную добычу природного газа хочет и Германия, однако эти возможности очень ограничены и конкретных планов пока не представлено. Собственное производство покрывает лишь 5% потребностей Германии. И раньше 2024 года страна не сможет отказаться от российского импорта, отмечают СМИ. На российские поставки приходится 55% необходимого стране газа. К концу года Министерство экономики и защиты климата Германии рассчитывает снизить эту долю до 30%. Об этом писал ранее журнал «Шпигель» со ссылкой на главу ведомства Роберта Хабека. Голосовые технологии – следующий большой шаг в медиа и развлечениях, пишет Дональд Бакли на страницах Variety. Стремление к внедрению голоса в мобильные приложения, веб-сайты и умные колонки подчеркивает горячий интерес потребителей к взаимодействию с гаджетами посредством разговора. В последние годы в мире средств массовой информации и развлечений появились многочисленные признаки того, что индустрия готова принять и использовать голосовые технологии. По данным компании VoiceBot, занимающейся технологическими ресурсами, количество пользователей голосовых помощников на смартфонах выросло на 11% в период с 2018 по 2020 год, в то время как количество активных пользователей за день увеличилось на 23%. В январе прошлого года сайт также обнаружил, что число установок умных колонок в США достигло 90 миллионов. Это эквивалентно третьей взрослого населения США. Прогнозируется, что к 2023 году голосовая коммерция достигнет 80 миллиардов долларов. При этом ее использование будет быстро развиваться. Исследование, проведенное Лос-Анджелесской исследовательской компанией GatsData, показало, 50% из тысячи опрошенных активных потребителей потокового вещания использовали голосовые команды для поиска и просмотра фильмов и сериалов на стриминговых сервисах по сравнению с 44% годом ранее, говорится в статье. Поскольку во все большем количестве технологий используются голосовые функции, грань между специализированными голосовыми помощниками и мобильными устройствами стирается. Голосовые сообщения в автомобиле, поиск контента и ресурсов с помощью наушников – эти и другие способы применения голосовых технологий вызывают поведенческие изменения, важные для медиа и развлечений, маркетологов и создателей контента, указывает Variety. Профессиональные навыки, которые скоро вам пригодятся. BBC рассказывает, обучение новым навыкам, чтобы оставаться конкурентоспособными, рекламируется как самый важный способ, которым работники могут защитить себя в будущем от сбоев в работе, таких как автоматизация. Опросы показывают, что почти 40% работников опасаются, что их работа устареет в ближайшие пять лет. Посыл понятен, требования к работникам быстро меняются, и нам нужны новые навыки для нового мира. Но как прокачивать свои навыки? Конечная цель повышения квалификации состоит в том, чтобы стать более эффективным работником, оставаться востребованным и конкурентоспособным в своей отрасли, быть потенциально заметным для повышения и признания заслуг или презентовать себя для лучших возможностей трудоустройства в будущем, говорит Линда Кай, вице-президент по развитию талантов компании LinkedIn. Хотя некоторые навыки стали важными во всех секторах, например, цифровая коммуникация, даже наборы навыков в одном и том же секторе подвержены изменениям и колебаниям, как показывают данные LinkedIn. Что же нужно делать? Во-первых, говорит Линда Кай, необходимо регулярно заполнять пробелы в собственных знаниях. Например, для более эффективного управления бюджетом проекта вы можете изучить Excel, если еще с ним не знакомы. Во-вторых, изучайте тенденции в вашем секторе. Допустим, если вы работаете в сфере нефти и газа, не будет лишним больше узнать о зеленой энергии и электромобилях. А если вы работаете в рекламе или СМИ, будет полезно понять, как работает TikTok, чтобы держать руку на пульсе того, как зарождаются тренды. Все это сделает вас лучше и продуктивнее на вашей текущей должности и подготовит к продвижению по службе, заключает издание.